Ковард Хьюз представляет Автор сценария Жюль Фортман, оператор Крэг Холланд Звукорежиссер Фрэнк Майер Режиссер и продюсер Ковард Хьюз Белинкен, Нью-Мексико Петт Гарретт, шериф округа Линкольн. Док Холидей Только что с почтовым дилижансом приехал Док Холидей. Может собрать ребят на помощь тебе? Зачем? Я бы один не ходил на Док Холидей. Я тебя не веду, только у меня неприятностей со стороны Док Холидей не будет. Он мой лучший друг. Пока я здесь шериф, у него не будет здесь никаких неприятностей. Привет, где Док Холидей? Я здесь, Патт. Привет, Пэт. Как я рад тебя видеть. Док? Я тоже. А ты растолсел. Смотри-ка, разъелся. Ты что здесь делаешь? Ну, во-первых, я хотел поговорить с тобой, повидаться. А во-вторых, ты не видел здесь рыжего коня? Как недозрелая клубника. Коня, что ли, угнали? Да, было дело. Подумать только. У меня и коня угнали, а? Ты чего смеешься? Да нет. Честно говоря, впервые пожалел конокрадом. Значит, ты намеренно сюда приехал? Да. Поставь-ка бутылочку. Что бы ты хотел выпить? Как обычно, мои вкусы тут знают. Где же ты был все это время? В основном за границей, по ту сторону границы. Значит, я почему хотел тебя видеть? В деньгах нужда. Вот одно дельце придумал. Ты чего смеешься? Насчет денег, это как обычно. Но если ты действительно задумал дельце, лучше мне об этом не рассказывай. Это зачем? Так, говоришь. Шериф. Откуда у тебя эта штуковина? Пару недель получил. Я теперь облечен к власти. Вот уж меньше всего думал, что тебе это будет нужно. Надо же мужчине когда-нибудь осесть. Майк, ты не видел тут коня? Как недозрелая клубника. Рыжего. Рыжего? Да. И зад в мелкую крапинку. Кажется, видел, когда на работу шел. Точно. Где? У офиса донтиста. Это где? Я тебе покажу. Я тебе скажу еще один раз. Стакан поставь на голову. А потом что ты сделаешь? Ты поставь. А потом я тебе покажу. Вот увидишь. Будет очень интересно. Подожди минуточку, док. Привет, Фред. Привет, Пэт. Все тот же старый прием. Никогда мне не подводил. Сколько пальцев видишь, Фред? Мне лучше бы оттащить его и запереть в тюрьму. Пусть протрезвеет. Значит так, если ты уверен действительно, что следы ведут сюда, то офис донтиста за углом на краю улицы. Я подойду сейчас. Так, так, Рыжик, ну как ты себя чувствуешь? Привет. Классный у тебя конь, сынок. Не жалуюсь. Откуда он у тебя? Санта-Фе Спринкс. А что? У меня в Сакоре его кто-то угнал. Если бы не эти два пистолета, я бы сказал, что ты совсем молоденький паренек, а? Ты считаешь это пороком? Да не то, чтобы. Ну и хорошо. Меня зовут Холидей. Док Холидей? Да. Слыхал я о тебе. Спасибо. Я не хочу пользоваться преимуществом подшинения к тебе. Спасибо, да только я не вижу никакого преимущества. Как тебя зовут, сынок? Барни. Уильям Барни. Малыш Билли. Билли Закид. Ты все еще думаешь, что я угнал твоего коня? И сколько ты за него заплатил? А какая разница? Скажу я тебе или нет? Все равно ничего не изменится. Отчего это? Мне нравится этот конь. Я не собираюсь его никому отдавать. Я тебя в этом не могу винить. Знаешь что? Я слышал, что ты отлично стреляешь, док. А я тоже самое слышал про тебя. Если хочешь, можешь встать перед конем. Ты так уверен в себе. Ну а к чему рисковать из-за ерунды? Тут верно все. Привет, док. Ну что? Повезло? И да, и нет. То есть как? Это твой конь ведь, да? Был когда-то. Смотри-ка. Парнишка какой-то язык распускает. Смотри, аккуратней. Ну что, если помощь нужна, я готов. Да нет, Пэт. Хотя, конечно, это всего лишь юный мальчишка. Придется ли со мной пройти? Думаешь? Думаешь? Видишь, у тебя тоже не получается, Пэт. Подожди. Сначала познакомься с молодым человеком. Это наш старый знакомец. Заочный. Это не безусвестный Пэт Гарретт, а это... Уильям Барни. Уильям. Я давно хотел познакомиться с тобой. Привет, как дела, Билли? Эй, Пэт. Сколько пальцев видишь? Этот трюк срабатывает только на друзей, понятно? Ребята, не наезжайте. Постой. Ничего, разберемся. Приятно было познакомиться, док. Помнишь меня? А где же мистер Гарретт? Я его отослал домой. Может, нам с тобой поговорить? Самую малость. Не верю я в разговоры, если у меня нет в запасе четырех тузов. Сынок, я вижу, ты упаковался неплохо уверен в себе. Да, научили. Много лет назад. И когда ты все успеваешь? А с чего ты решил, что Пэт Гарретт треснет тебя там? Впервые в жизни шериф решил пожать мне руку. Он услышал, как ты сказал пожать руку. Как поживаете, мистер Конь? Приятно познакомиться. Ну, я бы ни за что не сказал, что он умеет делать такие трюки и фокусы. Что он еще умеет делать? Ты отойди вон туда, к стеночке, а я сделаю так, что он у тебя зубами вытащит эти перчатки. Подальше. Вон туда, к дверке. Еще чуть назад. Достаточно, малыш. Руки подними. Все в порядке, док. Это что-то новое для тебя, да? Что? Арест законократства. Док, ты знаешь, что я... не угонял эту лошадь, по крайней мере, не больше, чем ты. Биллиэм. Разговоры теперь не помогут. Для тебя ведь это тоже что-то новенькое, док. Да, что же именно? Док Холидей испугался настолько, что позвал на помощь себе. И кого? Полицейского. Не могу в это поверить. Точнее, верю, но с трудом. Я совсем другое про тебя слышал. Еще когда я был в скороченьких штанишках. Хватит болтать. Пошел через дверь. Подожди, Пэт. Чего ждать-то? Ну, знаешь, что-то мне действительно это не нравится. Чего? Док. Ты же не собираешься отвернуться от меня? Боюсь, что да, Пэт. Мне действительно это не по вкусу. Постой. Я с тобой еще не закончил. Отойди в сторону, док. Вдруг выстрелите в спину. Мне как раз говорили, что ты такой, с кем из ребят поступал. Зачем ты так, Пэт? Я ничего такого про него не слышал. Ну, мистер Гарретт, если вы в это верите, это ваш шанс сделать то же самое со мной. Идешь, док? Пожалуй, там. Чтобы оба к заходу солнца смотались из города. А я что такого сделал? Такова жизнь, док. Ты сам выбрал себе друга. Вот ведь сервятник, а. Он ведь знает, что до завтрашнего дня не будет дилижанса. А я пеший. Или как? Да ничего. Это ненадолго. Ты правда, что ли, говоришь, сынок? Конечно, найдем тебе какую-нибудь лошаденку. А я могу, наверное, я не будуnelle. Как я могу. Я могу Tank. Я угля хрен. Пожалуй, с меня хватит. Да ну. Да, я закончил. А чего это ты остановился, сынок? Да дело есть. Можно тебя на минутку, док? Да, конечно. Ты тут обналичь для меня. Хорошо? Ну что задумал, сынок? Давай без обид, док. Только последний туз, который ты вытащил. Что такое? Такое ощущение, что я видел его снизу колоды. Ты уверен? Я бы не стал говорить, если бы я не был уверен, что ты его вытащил оттуда. Ну ладно. Держи. 640. Спасибо. Тут можно пару лошадей купить, и еще останутся деньги. Все верно. Надеюсь, ты теперь удовлетворен. Что, устал? Есть немного. Я провожу тебя. Спокойной ночи, господа. Док, если ты еще нигде не осел, можешь у меня переночевать в номере, который я снял. Да нет, у меня есть девчонка. Недавно переехала. Тут недалеко живет от города. А у тебя есть девушка? Да нет. Я не очень с ними хорошо ложу, в отличие от лошадей. Но прекрати, такой симпатичный парень. И без девчонки. Я просто женщинам не доверяю. Ты слишком молод для таких заявлений. Но повидал кое-что в жизни. Не сомневаюсь. В женщинах действительно слишком много грязи. Всех до одной. До одной. Черт, я вижу, жизнь действительно нелегко тебе давалась. Знаешь что? Раз эта лошаденка значит для тебя так много, я готов тебе ее подарить. Это очень мило с твоей стороны, док. Большое спасибо. Я за что. Спокойной ночи. Увидимся утром. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Билли. Хотел сказать спокойной ночи, лошаденки. Сказал, теперь поставь обратно в стойло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно, еще раз. Спокойной ночи, Рыжик. До завтра. Целоваться не будете? Нет, он не любит телячьих нежностей. Иди назад в стойло. Это же мой табак, верно? По-моему, да. Я не против, если я заберу? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рыжик, пожалуй, переночую я здесь, если ты не против. Рыжик, пожалуй, переночую я здесь. Рыжик, пожалуй, переночую я здесь. Рыжик, пожалуй, переночую я здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Слушай, в чём дело-то, а? За что ты в меня стреляешь? Эй, ты что, сумасшедшая? Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Понимаешь? Да. Как тебя зовут? Реал. А дальше? Макдоналд. Макдоналд. Ты откуда? Тебе какое дело? Где ты жила, пока сюда не приехала? Сокора. Макдоналд. Ах, да. Ну и кто был тебе тот парень? Брат. Ну, не надо было позволять ему пить столько текилы, а то разошелся, понимаешь. Что случилось с его девушкой? Вышла замуж до другого через две недели. Так в жизни и бывает. Пойми, не виноват я в смерти твоего брата. Он первый на меня наехал. Если бы не я, то он бы меня убил. Надеюсь, тебе не очень больно. Да, ничего ты мне не сделал. Ясное дело. Жаль, что я не знал. Чего? Что он? Он твой брат. А какая разница? Да так? Может быть... Я тогда... Постарался бы приударить за другой девушкой. Но ты ведь этого не сделал. В чем дело? Там крыса, по-моему. Так, я гляну. Отпусти. Лежи спокойно. Не то, от твоего платья ничего не останется. Пусти, сказала. Да не может быть. А я говорю, да. Да ты что? Сам Билли? Конечно, это он. Я его узнал. Да не может быть, что малыш Билли оказался здесь. Ладно, прекрати. Тише, он идет. Извини только, что заставил ждать. Я не тороплюсь. Эй, мистер, ты малыш Билли? Да, меня так называют. А я вам что говорю? Тише, тише. Давайте по одному. У тебя действительно 20 заметок на пистолете? Я действительно... Носил с собой 20 скальпов. Пришлось выбросить. Почему? Моль завелась. А чего это у тебя? Это я хотел свисток сделать, но выковырять не могу. А мочил, размачивал, высушивал. А ты не мог бы выстрелить, отстрелить в середину? Стань-ка вон туда. Хочешь, положи. Может, я лучше подержу? А сможешь держать спокойно? Конечно, Билли, мне ничего доказывать не надо. Извини, док. Поверни чуть-чуть. Еще. Еще чуть. Выбил, выбил. Спасибо. А ты когда-нибудь целишься? Конечно, целюсь. Когда? До того, как вытаскиваю оружие. Здорово. Вот теперь все получится. Всегда рад помочь. Если я чем-нибудь смогу тебе помочь, Билли, дай знать. Обязательно. Что это? Целюсь, перед тем, что ты выстрелишь. Я чем-нибудь глаз. Ясно. Откуда у тебя лошадь? Купил. Молодец. Иногда приходится это делать. Скажите, ты научишься. Яйца с беконом. Поджарить с обеих сторон. Мне тоже. Может, перекинемся, пока ждем все равно. Поскольку? Годится? Мне подходит. Пока не начали, я бы хотел поговорить с тобой. Можешь тебя на минутку? Кто такой? Не знаю. Что тебе надо? Давай отойдем в ту комнату. Зачем? Ты меня не знаешь, но у нас есть общий друг. Кто такой? Он мне нравится еще меньше, чем тебе. Это Гаррит, что ли? И мим звучит знакомо. Ты собираешься сегодня вечером остаться в городе? А что? Все знают, что Гаррит хочет выкинуть тебя из города. Рано или поздно тебе придется с ним столкнуться. Я решил, что смогу тебе помочь. Это очень мило с твоей стороны, мистер. Послушай, я тебе никакой услуги не оказываю. Это мне самому доставит удовольствие. Я вот что думаю, пока он в ссоре с тобой, ему... Дело не будет для других. Меня это устраивает. Но... Только меня не задень той же пулей. Не беспокойся. Что-нибудь придумаем. Значит так. Вот, предположим, этот стул и есть, Гаррит. Ты, значит, стоишь вон там. А я? А я буду здесь. Ты не против, если я вытащу пистолет, а? Чтобы проследить направление стрельбы. Давай, действуй. Это я, Билли. Заходи, док. Что случилось? Больно шустрый парень. Умничать начал. Ты его знаешь? Ошивался тут давно. Пытался уговорить Гаррита, взять его на работу помощником шерифа. Да, видимо, хотел выставить себя героем, если бы он пришел к Билли, то Гарриту пришлось бы взять его помощником шерифа. Валить на датсона, сынок. Он первый вытащил оружие. Главное, поверить ли в это Гаррит. А где мои деньги? Ну, я их прихватил, наверное, машинально. Сделя ты деньги так бросаешь. Ладно, что сделано, то сделано. В конце концов, Гаррит же должен понять, что я не виноват. Ну что, будем играть? В покер опять. Да. Док, ты не боишься, если я тягу Гаррита, да? Ты ведь не из-за меня беспокоишься. Даже если и Гаррит наедет, разберемся как-нибудь. Хорошо. Хорошо, если ты так хорошо. Давай сыграем. В случае, если тебе повезет, отыграешь назад своего рыжика. Хотелось бы. В чем дело? В чем дело? Одолжи сотню, док. Извини, сынок, за карточным столом деньги не одалживаю. Это может отвратить от меня удачу. Но если хочешь, можешь коня поставить. Наверное, тебе бы это очень хотелось. Привет, Пат. Картишки не хотите? Ребята, покер уважаете? Спасибо, не надо, док. Ты был там, когда это случилось? Нет. Но послушай, Пат, он первый вытащил оружие и направил его на Билли. Откуда ты знаешь? Пистолет валялся на полу. Это ничего не доказывает. Пат, у тебя жуткий темперамент, и до добра это не доведет. Ты же знаешь, Билли здесь ни при чем. Тот парень сам на него наехал, и ты знаешь, почему? Док, я даю тебе шанс не вмешиваться. Спасибо. Лошади снаружи. Забирай, вали. Желаю удачи, док. Тебе того же, Пат. Тебе того же, Пат. Ну и чего ты ждешь? Он имеет в виду, что цыплят по осени считают. Ты что, хочешь наехать на сторону Пэта? Вот что я тебе скажу, Гаррет. Я стараюсь не убивать, если меня не вынуждают. Спасибо, Док. Ты что делаешь? Я все-таки считаю, что Билли в той истории был прав. Ты что, опять хочешь меня подвезти? Нет. А как это назвать? Ну, раз такое дело... Понимаешь... Думаю, что не стоило тебе брать вот этих наемников, раз это ваше личное дело с Билли. Пойми, если бы не было этих наездов, мне бы не пришлось разбираться. Значит, ты... Со своего пути не свернешь. Ты делаешь большую ошибку, Док. Я не могу отворачиваться от старого друга. Поэтому я вообще и руки бы не подал. Кстати, о руках. Ладно, пойдем. Надо валить отсюда. Пока что-нибудь нехорошего не началось. Все-таки ему удалось, значит, меня выгнать из города. Ну, знаешь... Все-таки я же смирился с тем, что ты у меня лошадь забрал. В жизни приходится что-то терять, что-то приходить. Ну, что ж, если с этой точки зрения, то-то... Да, так и быть. Давай, сынок. Полегче, Пэт. Док. Док. Это приканчивает нашу дружбу между тобой и мной навсегда. Я извиняюсь. Ты можешь встать, сынок? Не знаю. До лошади доберешься? Кажется, да. Не знаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты видел, что Рыжик сделал? Правда, здорово. Он тебя спас практически. А я, кажется, нашел место, где можно тебя спрятать. Чарли, остаешься за меня. Присмотришь за порядком в городе. Они не могли далеко уйти. Отправимся в погоню. КОНЕЦ Кто это? Не ори. Док. Убери лошадей. Спрячь куда-нибудь. КОНЕЦ 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 Это малыш Билли. Пэт стрелял в него. КОНЕЦ 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 И ТО우 КОНЕЦ 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 Вязать его нужно, снять одежду И еще, он будет потеть В мокрой одежде я его достаточно долго вез Боюсь, что он здорово простыл Все время накрывая его сухими простынями Понимаешь? В общем, показывать его никому не надо, это слишком опасно А я уеду Наверное, это все Постарайся для парня Если я не смогу вернуться, пришлю весточку Крис-крис Крис Личико, прям как у ребёнка Он такой горячий Не горячее, чем был твой брат Хулио Он опять весь насквозь промок, пропотел Тётя, дай ещё простыней, самовозьми Что с тобой? Я ради него и пальцем не шевельну В чём дело? Его ищут повсюду Скажи, пожалуйста Чика, в чём дело? Чует кровь Чуть было Не выклевал ему глаза Ты сюда не лезь, понял? Моя фамилия Макдоналд? А в чём дело? А что такого? Ты что, скрываешь свою фамилию? Да, это моя фамилия Его отца звали Энгус? Да Моя фамилия Вудроф Чарли Вудроф Я работал у него, когда он был шерифом Закоры О, да Я тогда была совсем маленькой девчонкой Чарли Чарли Тётушка Квадалупа Привет Смотри, какой ты стал здоровяк Что ты здесь делаешь? Шерифа жду Кстати Мы ищем малыша Билли Если вы его видели Оно пошло отсюда Может зайдёшь, присядешь Другой раз Не могу терять времени Чего это с птицей? Наверное, курица залетела в комнату Он за ней и направился Хочешь, помогу поймать? Да нет, не стоит Я рада была Видите, уважаю, что не можешь зайти Пока, тётя Квадалупа Я провожу тебя Нет уж, давай, давай Делом занимайся До свидания А с тобой я знаю, что делать Ну, как Билли? Похоже, здорово он простыл Простыл всё-таки Где ты там? Ты здесь, я здесь Не уходи Не уйду Как холодно Сейчас согреешься Не уходи Я сейчас, на секунду Как ты можешь жрать в такую минуту? Ты на меня сердишься? Нет Конечно Нет-нет Где ты прячешься от меня? Я сейчас вернусь А где виски? Тут оставалось Я его выпила Когда кашель разыгрался Эти горячие камни Я подкладывала их в Улио Только Ничего не вышло Всё было точно так же Его трясло, как лис на ветру Перед тем, как он умер Уходи отсюда И дверь закрой Зачем? Ты что, спятила? Уходи отсюда Если хочешь Можешь пригласить священника Если тебе так легче будет Только с этим ознобом Я ему помогу Любой ценой Уходи отсюда Ты не умрёшь Я согрею тебя Субтитры подогнал «Симон» Да, долго ли ты сможешь Ещё выдерживать этот шаг? А ребята Шага не сбавляют Придётся их самому подзадержать Это не моё дело, конечно, Пэт Но, к твоему сведению Мы пересекли границу округа Десять минут тому назад Это не важно Я найду его Любой ценой Разбегайтесь Здесь уже не наша юрисдикция Прячьтесь за камнями Субтитры подогнал «Симон» Ты сегодня какой-то другой Тебе лучше? Скажи, пожалуйста Это ты, что ли? Да А что ты здесь делаешь? Я живу здесь А я-то всё думал Думал Как я попал сюда? Док привёз тебя Док? Так ты девушка Дока Надо же Кто б знал Осторожней, ты ранен Хуже будет Всё, я вспомнил уже Я, кажется, отрубился вчера Ничего себе вчера Это было месяц тому назад Тебе было ужасно плохо Ты жутко болел Месяц? Это долгий срок Как Рыжик Рыжик? Ты хорошо о нём заботилась? Кто такой Рыжик? Так значит, Док не оставил моего коня здесь? Нет Ну и ну Вот уж не думал, что он так поступит Но ничего Но надо же, за спиной Что, ему снова хорошо? А этот леденец Кто такой? Это моя тётя Гвадалупе Как дела? Тётя Гвадалупе Гвадалупе говорит по-испански Сделала бы бутербродик с ветчиной Ты проголодался? Для начала поешь фасоли Ну как, леденец, покормишь? Ты говоришь не так, как говорит больной человек А кто сказал, что я слишком болен? А что значит леденец? Ну Ну это что-то сладкое Сладкое? Да Ну как конфетка Скажи, пожалуйста Ты куда собираешься? Подышать свежим воздухом Как ты себя чувствуешь? Отлично Когда есть будем? Мы же перекусили час с ему тому назад Правда что ли? Те одежду Принеси Я хочу пройтись Посмотреть что к чему Это зачем? Я же не могу до конца жизни валяться в постели И потом я хочу найти свое кольцо Кольцо? Ну да У меня на этом пальце было кольцо А теперь его нет Что-то я беспокоюсь за него Ну не надо огорчаться Из-за таких пустяков Всегда можешь другой найти Это приносило мне удачу Оно принадлежало Человеку Который Верил в это свято И не снимал его с пальца Как же ты получил его? Ты что его убил? Нет Это сделал другой человек Стало быть кольцо Так и не принесло ему удачу В конце концов Как бы сказать Все это не так просто Как-нибудь расскажу тебе Всю историю целиком Нет, нет Полежи до завтра Ты это вчера говорила У тебя еще мало сил Это кто сказал? Билли, ты не должен Тебе плохо будет Ну так перестань со мной бороться Но ведь ты был так болен И сейчас еще не здоров Я не должна Реал Пошли Пошли Поедешь со мной В магазин Мне стирать надо У тебя еще впереди будет целый день Пошли Мне сначала надо причесаться Ладно, только поскорее Зачем тебе ехать с ней? Так будет лучше А вдруг кто-нибудь надумает заглянуть Как, например, тот помощник шерифа Который искал меня Да Пожалуй, ты прав Пойду предупрежу Тетю Гвадалупы Тетю Гвадалупы Кто это там? Это я, док. Давай, скорее, открывай. Ну, в чем там дело? Сейчас, иду, иду. Здравствуй, док. Рада видеть тебя, док. Я уж думал, мне придется дверь сломать. Дождик идет, да? Это все из-за дождя, я ничего не слышу, док. Чего ты разоралась, я не глухой? Скажи, пожалуйста, как непогода разыгралась, док. Повезло мне, что я добрался сюда, в целом, и невредимым. А что, что-нибудь в пути было опасное, док? Не. Хенли? Что-то ты раскудахнулась. Садись. Как Билли. Все в порядке. Уже неделю более-менее пришел в себя. Хорошо. А где Реал? Реал. Реал. Ах, ну да. Ах, вот чего ты разоралась-то. Я пойду ее позову. Погоди минутку. Ты уже достаточно нашумела. Мертвого можно было разбудить. Так вот, в чем дело. Ладно, где он? Одевается. Он будет одеваться. Так, так. Может, ему помочь пойти, а? Не надо, док. Пожалуйста, дай сначала я с тобой поговорю. Что она тебя нашла? Ты же пьяная? Что случилось? Сама не знаю. Он просто дьявол. Он говорит то же самое мне. Он может очаровать кого угодно. Даже пташку на ветке. Да уж. Вот уж не думал, что здесь меня неудача подсерегать. Не говори так. А что я должен сказать, по-твоему? Благословляю вас, дети мои. Мог бы и так сказать. Чего? Я замужем за ним. Чего? Что? Правда, док. Только, пожалуйста, не говори ему. Кому? Не говори. Билли. Билли. Что, он не знает, что ли? Нет. Нет. А как же ты из-за него замуж вышла? Он был не в себе. Его бил ужасный озноб. Я не сделала бы этого никогда. Я думала, что он умрет. И он бы умер, если бы не она. Мне не нужна его жалость. Да, пожалуй, наверное, не стоило мне вообще приезжать. Но на дожде мне тоже не в кайф там, с шерифом. Дай-ка кофейку. Конечно, док, сейчас. Да, значит, благодарность тебе его не нужна. Жалость тоже. Зачем ты так говоришь? Да просто вот так я подумал. После всего, что ты сделал для меня, и я сделал для тебя. Надо же, Билли все-таки тебя подцепил. Что ты имеешь в виду? Нет, я не хочу тебе портить жизнь. Привет, док. Это все, что ты можешь мне сказать? Послушай, док. Ну, прости. Но ты же сам виноват. Значит, я во всем виноват. Кто меня сюда привез? Значит, ты хочешь сделать виноватым меня? Сначала угнал лошадь, потом увел девушку. И я во всем еще и виноват. Позволь мне напомнить тебе еще кое-что. Ты ведь сбежал с Рыжиком. Это что, оправдание для тебя? По крайней мере, для меня этого достаточно. Одно меня беспокоит. Что именно? Лошадь тоже мне не принадлежала. Тоже была моя. Но ведь ты мне ее пару раз успел подарить, не так ли? Тут ты прав. Но ведь к тебе, конь, был никчин. Почему? Когда ты мог лежать только на нем плашмя. Ладно, док, раз ты так на это дело смотришь. Будем считать, что ты его всего лишь одолжил. Так сказать. Ты к чему ведешь? Да, это я тоже хотел бы знать. Ты одолжил кое-что у меня, а я одолжил кое-что у тебя. Это еще что такое? Давайте попробуем. Ну, может быть, я не так сказал, не кое-что, а кое-кого. Уезжаем отсюда. Смотря куда. Ладно, док. Ладно, док, вот что я сделаю. Что еще? Ну, только чтобы показать тебе, что я не держу на тебя зла. Я дам тебе возможность выбирать. Ты хочешь сказать, что готов продать мне за лошадь? Все зависит от тока. В конце концов, мне ведь нужно думать не только о своем. Я ценю твое предложение, Билли, правда. Билли, ты шутишь. И это после всего, что она сделала для тебя. Скажи, ты должен был видеть, что этот маленький лошадь сделал для меня. Ты бы видела, что этот конь сделал для меня. Точно, док? Верно. Надеюсь, ты не обидишься на меня, Но, в таких обстоятельствах, я выбираю лошадь. Док, а ты еще и не удовлетворен? Послушай, док, мне нравится этот конь. А что я тебе говорил про него? Я не могу в это поверить. О чем ты? Ни о чем. Подожди, что это на тебя нашло? Ничего. Наполнием свежей водой. А может, ромом? Ромом успеется в другой раз. И давай, поторопись. Смотри-ка, прояснилось. Надо спешить. Денег одолжи, а? Сколько тебе надо? Долларов пятьдесят. На, сорок. Вот. Купи себе что-нибудь. А не слишком ли ты щедр? Ну, тогда двадцатку можешь отдать Гвадалупе, если хочешь. Если мы где-нибудь летом осядем, я пошлю за тобой. Это зачем еще? Сухомятку не люблю. Вот, держи, док. Спасибо, что еды положила. Пока. До свидания, док. На водичке налей. Док просил. Привет, соскучился? Да он же тощий, как рельс. Пришлось нам погоняться по горам, пока ты тут отлеживался. А второй? Считай, что я для тебя приберег. Он ничего. Диковат немножко. А ну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, Рыжик, молодец. Может, тебе одолжить его на некоторое время? Как это? Ну, пока тебя так заносит, мне не нужна твоя жалость. И от шерифа будем бегать вместе, понятно? И этого я сам украшу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока, Рио. В чем дело? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устал. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего ищешь? Кисет. Есть что-нибудь у меня, чего бы тебе не хотелось стащить? Ну, извини, не удержался. Ты думаешь, я это сделал дорожно? Да. Слушай, мне тоже все это не нравится. Мне? Тем более. И что дальше? Ты, кажется, пользуешься преимуществом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могу удержаться. Больно шустро ты их вытаскиваешь. Ты все-таки больной человек. Ну, у тебя-то руки свободны. Я могу тоже показать тебе. Ну, ладно. Раз ты так переживаешь, можем остановиться здесь, встать на привал. Воды нет. Водички нам налила Рио. Есть еще одно обстоятельство. Здесь мы сможем удержаться, противостоять погоне. Гарретт? А как ты узнал, что это он? Догадался. С чего это он против нас двоих выступил один? В последнее время он много своих друзей потерял. А почему ты его не подстрелил? Или ты не пытался? Ты так думаешь? Ты слышал, что я сказал? Ну, так вышло. Кто же, интересно, навел его на наш след? Тот, кто хотел получить награду или был слишком зол на нас. Может быть, она? Ты имеешь в виду Рио? Как ты думаешь, зачем ей нужно было это делать? Женщины странные существа. С водой полегче. У нас всего две фляги. В чем дело? Смотри. Боже ты, святый. Твоя дорогуша насыпала песку вместо воды. И зачем ей это нужно было делать? Она знала, что дальше воды нет. Так что кому-то придется вернуться обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь что, док? Я бы еще выпил. Ты о чем говоришь-то? Почему еще? Знаешь, просто у меня такое же ощущение было час-кому назад. Я понимаю, о чем ты думаешь, но лучше не надо. Прими совет. Какой? Не связывайся с бабами. Почему? Все они одинаковые. Они сначала готовы все для тебя сделать, а потом готовы на все из-за тебя. Эй, ты чего меня не разбудил? Давным-давно надо было выступать в дорогу. Вот так и держи ручонки. Привет, Пэт. Где Билли? Где Билли? Похоже, бросил он тебя. И лошадь мою забрал. А ну, надень-ка. Да ты же знаешь меня хорошо, Пэт. Обязательно надевать наручники на меня. Именно потому, что я тебя знаю. Надевай их. КОНЕЦ 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 Очень умно ты поступила, засыпав песок в фляги. Я должна была хоть что-то сделать тебе за твои деньги, а? Понимаю. Поэтому ты послала шерифа по нашему следу, а? И ему ничего не нужно было делать, только подождать, пока солнце вынудит нас вернуться за водой. Ведь ты на самом деле вернулся. Крутая ты девчонка. Ты знаешь, как мне хочется спарнуть тебе кишки из-за этого. Ну, чего ты ждешь? Действуй. Хорошо у тебя получается. Может, еще и попросишь? Давай. Попроси. И что бы ты хотел, чтобы я сказала? Для начала сказала бы очень вежливо. Пожалуйста. Пожалуйста. Глаза не будешь закрывать? Нет. И будешь смотреть прямо в лицо мне? Да. Пожалуйста. В чем дело? Пьют все, кроме меня. А я, стало быть, верблюд, по-вашему? Если хочешь пить, слезай и пей. Ты ничего не слышал? Это что за след, по-твоему? Не знаю. Мужской не похож, слишком маленький. Да, подожди-ка. Он ведет туда? Ты только посмотри. Это старый трюк индейцам. Сырые ремни, когда высохнут, они же ее разорвут на части. Растянут ее здорово. Вот уж не ожидал от Билли. Отдать ему должны надо. Наказывать он умеет людей за промахи. Он отправился в горы, вон по той тропе, к час тому назад. Не беспокойся за меня, иди сюда. Мы не можем перейти сейчас. Почему не? У тебя слишком много головы старого. Нет, нет, он сам сюда придет. Никуда не денется. По-моему, он сильно влюблен в тебя. Что ты не говоришь? Сумасшедший. Сумасшедший. Чем безумнее мужчина влюблен в женщину, тем более безумен он становится. Он до безумия влюблен только в одного человека, самого себя. Тогда действительно, в конце концов, мы его схватим. Как он сказал. Раз он достаточно сумасшедший, чтобы так с тобой поступить, значит, он достаточно сумасшедший, чтобы вернуться и освободить тебя. Черт из два никогда этого не сделает. Он вернется только посмотреть на мой труп. Черт из два. Ну, время-то у нас есть. И если он достаточно глуп, чтобы сунуться сюда, тут-то он и попался. Я говорил тебе, не дыши слишком громко. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Ну, как тебе это понравилось? Мне казалось, я связал тебя покрепче. Ты вернулся. Ты же не думаешь, что я сделал это из-за тебя? Нет. Ты шерифа тут не видел случайно? Видела, видела. Ручонками и шеруди. Держи так, чтобы я их видел. Значит, подставила все-таки, а? Поторопись, сожра твой. Я хочу вернуться в город до темноты. У меня только две руки. Так, пользуйся двумя. Помог бы своими ручонками. И как это, по-твоему, я могу сделать? Связали, как куренка. Вот. Опять мы все вместе. Счастливая, довольная семья. Будешь ли ты так доволен, когда мы из-за тебя окажемся в Форте Самбл? Из-за меня? Да, из-за тебя. Дай закурить. А может, из-за нее? Из-за Рео? Ты что, с ума сошел? Но признайся, признайся, как мужчина. В чем? Что ты не понимал, что происходит, пока не вернулся в наш лагерь? Что? Ты ведь смотался проверить, взял ли меня Гарретт. По времени подходит, что ты смотался туда-обратно от ручья. Ну и что? А то, что ты вернулся... Спасти Реал? Я сказал, нет. Я хотел узнать про шерифа. Не проезжал ли он здесь? Нет, из-за нее все это, из-за нее. Ну и черт с тобой, думай, как знаешь. Она мне не нужна. Крупный скот не ходит на водопой там же, где овцы и бараны. Баран? Я, по-твоему, баран? Я же не сказал, обезьян там или козел. Ах ты, старый... Да сядь. Что оно тебе нашло? Не твое дело. Прекрати. Знаешь что? Для меня нужно только лишь оправдание, чтобы... Чтобы разделаться. Я знаю, что с вами делать. Хватит. Не занимайся жрат твой. Пора ехать. Пошли. Дай попить сначала. Ну ладно, давай скорее. Эй, Риал. Риал, иди, подержи меня за руки, чтобы я не упал. Вылезайте оттуда. КОНЕЦ КОНЕЦ Все в порядке, вставай. Ты хочешь нас отвезти назад в Линкольн? Все это взял. В том направлении, в том направлении, в том направлении. Чему ты клонишь? Посмотри-ка сам. Эй, док. Эй, док. Так, так, это же Маскалера. Пришли пораньше в этом году. Они про нас там сообщают? Они передают сообщение охотничьей партии, которая находится где-то вон там. Вон они. Стало быть, с двух сторон от нас. Наши шансы только в том, чтобы добраться до Форта Саммер поскорее. Это вряд ли, насчет поскорее. С чего? Я же не акробат, Пэт. Надеюсь, ребята, вы будете все вести как следует. Разумеется, ты же меня знаешь. Конечно, Пэт. Спасибо. Этому не бывать. Вон там твой конь. Кто так сказал? Я сказал. Ступай и поживей. Реал? Реал. Иди туда. Спасибо. Рыжик, мой конь. Знаю, но поеду на нем, я... Рыжик. 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 КОНЕЦ Не нравится мне всё это. Похоже, что впереди нас тоже есть маскалеров. Нет, нет, подожди. Тебе лучше не надо сюда. Что такое? Эти маскалеры, они знают своё дело туго. Смотрите, это что? Это та самая охотничья партия. Вон туда тоже, посмотрите. Эй, ты что делаешь? А что, непонятно? Оружие хочу взять. Погоди. Прекрати. Сейчас не время спорить. Не лиши же ты нас последнего шанса. Ты что, хочешь, чтобы они стреляли в меня, и я даже не мог выстрелить? Мне плевать на вас. А как насчёт неё? Ладно. Не будем спорить. Даёте слово, что сдадите оружие, когда опасность минует? Конечно. Ладно. Я верю в ваше честное слово. А где мои патроны? На, держи. Что будем делать? Будем стоять и драться? Или рванём вперёд? Рванём вперёд, но есть один трюк. Мне кажется, он может помочь. Какой трюк? Поскакали. Пути объясню. КОНЕЦ 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 Это место, я знаю. В 40 милях где-то мы, от Форта Самнар. Сенёр Гарретт, что вы делаете у нас? Привет, Павло. Примешь на ночёвку? Да, конечно, буду рад. Мой дом, ваш дом. Я позабочусь о лошадях. Ну что, ребята. Кажется, мы уже выбрались из опасной зоны. Да, правильно. О. Нет, я не уверен, что опасность миновала. О, да, он прав, Пэт. Эти Маскалерус так просто не сдаются. Павло. 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 КОНЕЦ Спасибо, Риал. КОНЕЦ Ну и вечерок выдался. Красотища. Пожалуй, прогуляюсь я. И, господа, на тот случай, если я вернусь нескоро, я попрощаюсь с вами сейчас. Спокойной ночи. Пожалуй, я пройдусь с тобой. Да ну, Билли. Ты, кажется, очень полюбился моей лошаденке. Но, крайне мере, мог бы пойти и попрощаться с ней. Очень мило с твоей стороны, что разрешаешь мне это сделать. Ну, ничего. Подойди сюда. За дверь не выходи. И сможешь помахать ручкой. Когда мы ускачем. Другими словами, ты собираешься свалить. И прости, Пэт. Жаль, что вышло так. Но ты сам понимаешь. Послушай, док. Ты зря теряешь время, Пэт. А ты ничего не забыл? Нет. Не думаю. Спокойной ночи всем. Погоди-ка, док. Да? Что такое? Боюсь, что тебе придется послушать меня. Сначала. Зачем? А что, если мне не нравится махать на прощание ручкой? Реджер. А, значит, все-таки ты хочешь что-то сказать по поводу лошади? Да. Хорошо. Давай, говори. Это дает тебе серьезное преимущество. А ты ведь такой серьезный человек. Сам ведь объяснял мне как-то. А если так? Ну, так далеко не стоит заходить. Спасибо. А что насчет него? Он оставит нас в покое? Или нам придется сначала выбить ему зубы, прежде чем начнем? Не беспокойся. Насчет меня. Я не собираюсь останавливать Дока. Пусть убьет тебя. Пока тебя не было, между нами все было хорошо. Он не будет вмешиваться. Ладно, сынок. Я жду. Поставь эти тарелки. Я нервничаю. Билли. Билли. Не надо. Он тебя убьет. Тебе какая разница? Найдешь себе другую лошадь. Мне нравится это. Зачем? Мне хочется пролчить... ...это... ...за знайку. Отойди отсюда. Встань подальше. И считай до трех. Не буду. Вы оба спятили. А ты, Пэт? Ладно. Я с удовольствием. Ты заинтересованное лицо. Тебе я не верю. Лучше будет положиться на кукушку. Что ж, хорошо. Через минуту часы начнут пить. Тогда с последним куку можно стрелять. Хорошо. Что ж, Билли? Пожалуй, вот и все. Мужчины все-таки как дети. В конце-то концу. Видел, как двое детей, когда они дерутся во дворе, толкаются поначалу, щелкают друг друга. Кажется, это настоящая драка. Но поначалу это лишь дружеские заигрывания. Но проходит немного времени, и все становится серьезней. Кто-то из них начинает сердиться. Драка становится настоящей. И в конце кто-то обязательно страдает. Как бы это не кончилось. Давай без обид, сынок. Дог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты почему не вытащил оружие? Передумал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, КС-2. Старуйся. Я знал, я знал, что так будет. Заткнись. С чего ты передумал? Опять какой-то фокус? Нет, просто не хочу. Может, хватит уже. Значит, раньше было так, теперь этак. А в какой-нибудь другой вечер у тебя появится желание? Кто знает? Нет, слишком поздно, Билли. Рано или поздно мы должны были столкнуться. И пусть это будет сегодня, ведь ты наезжал на меня. С самого начала, как мы встретились. Я не хотел этой стычки, но я дал тебе возможность выбрать время и место. И сегодня мы разберемся. Раз и навсегда. Либо ты вытащишь пистолет, или я заставлю тебя это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты будешь драться? Или хочешь, чтобы я тебе уши отстрелил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Док, ты что, спятил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело? Что с тобой, Билли? Не думал, что ты такое снесешь от кого бы ты ни была. От любого другого? Нет. Что ты хочешь этим сказать? Док, не слушай ты эту болтовню. Ты что, раньше не видел никогда такого притвора? Да никакого не притвора. В чем дело, Билли? Просто я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Почему? В общем, пока кукушка куковала, я подумал и кое-что припомнил. Я припомнил, что ты единственный мой напарник за всю жизнь. Черт, ты прав, сынок. Я обращался с тобой хуже, чем... Бог знает с кем. Да ладно, я сам заслужил. Тоже мне старый, упрямец. Ладно, валим отсюда. Но нам лучше разделиться. Разделиться? Зачем? Ты из-за рыжика и вообще. Да ничего. Знаешь, пока ты можешь ехать на нем, там видно будет. Пока? Только пока? Что, опять начинаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, я думаю, нам не о чем беспокоиться, Билли. Хватит нам ссориться. В одном я уверен. Раз сегодня мы не перестреляли друг друга, значит, не суждено. Пойдем отсюда. Пока, Пэт. Счастливо, не держи зла. Ты не поедешь с ним. Тебе ни к чему связываться с нами двумя, а? Я знал, я знал, что ты так со мной поступишь. С самого начала, как только ты приехал, ты со мной обращался как с собакой. И все это из-за него. Из-за него я стал посмешищем всего города. Успокойся. Я отдал вам ваши пистолеты. Я дал вам шанс. А теперь я вынужден умолять вас, чтобы вы вернули их. А ты стоишь здесь, бок о бок, с этим подонком, негодяем. И ты пошел против меня. Против своего самого лучшего и старого друга. Такого бы не было, если бы не было и вам. Ну, хватит уже, мистер, а? Не лезь, я сам разберусь. Пэт, мой друг. Я не хочу его убивать, и не хочу, чтобы ты его убивал. Ясно тебя? Пэт, ну, хватит. Спустил пар. Пройдет время, и мы вместе посмеемся над всем этим. Пока. Осторожней, ты же знаешь, что у тебя нет ни одного шанса против меня. Прощай. Прощай, Пэт. Да что... Не надо, сынок. Пожалуйста, не делай этого. Док, приляг. Нет. Почему? Почему не? Нет. Больше всего в жизни я этого боялся. Чего? Умереть в постели. Док. Док. Почему ты не выстрелил? Ведь ты бы мог меня пришить запросто. И здесь бы я сейчас валялся. А может, я не люблю убивать друзей, Пэт. Ну? Давай. 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 Неужели ничего не хочешь сказать доку? Не знаю, чего говорить. Я никогда раньше не выступал над могилой тех, кого я убил. Я думаю, надо что-то сказать. Тогда ты сам. Прощай, док. Пэт. Я хочу вот что сказать. Прости. Я сожалею, что все так вышло. Правда. Вчера я готов был убить тебя. Но теперь, при дневном свете, все видно гораздо яснее. Ведь вы с доком были друзьями много лет. И если бы я не встал между вами, ничего бы этого не было. Странно все это. Как пересекаются две-три тропы, а потом расходятся, извиваясь в стороны. Ну ладно. Ну ладно. После вас. Скажи, пожалуйста. Эй. Ты же не думаешь, что я выстрелю тебе в спину? Не знаю. Я не собираюсь тебя искушать. Не думаю, что ты достаточно глуп, чтобы сделать это мне в лицо. Ты никому никогда не веришь, да? Ну извини, Пэт. Ступай. Давай. 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 Кто там? Где Пэт? Он все еще в доме. Что он там делает? Он не собирается останавливать тебя. Тебя откуда знать? Он мне так сказал. Эй, Билли. Эй, Билли. Можно тебя на минутку? Что тебе надо? Но если ты так к этому относишься, судя по твоему тону, то ладно. По крайней мере, я не боюсь поворачиваться к тебе спиной. На, подержи-ка минуту. Подержи-ка минуту. Подержи-ка минуту. Я подумал, что может быть ты захочешь взять пистолеты Дока на память? Еще бы, конечно Спасибо, Пэт Большое тебе спасибо У меня никогда не было второй пары Да еще в черной кобуре Это такой подарок, которого можно всю жизнь ждать Так, подойдут? По-твоему? Если ствол не слишком длинный Да нет, одинаковый Осторожней Они заряжены Все верно Скажи-ка, у них даже балансировка лучше, чем у моих Тогда, может, свои оставишь мне? Мои пистолеты? Это зачем? Если твои будут у меня Тогда я смогу сказать, что это ты в твоей могиле, а не Док Что? Ты хочешь подменить Дока мной? На словах Все мне поверят, как только увидят пистолеты Малыша Билли Ты можешь закончить свою дорожку здесь Никто не будет преследовать себя Отправишься на север Все похоронишь здесь Прошлое, настоящее, остается только будущее И не о чем будет беспокоиться Чего это ты решил сделать мне такую услугу? Вот опять начинается Билли Это недоверие пропитало тебя насквозь Это недостойно, в конце концов Как ты не понимаешь, что в этом главная твоя беда? Как ты не видишь от этого все твои страхи и несчастья? У тебя больше всех врагов в этой стране Из-за того, что ты не умеешь доверять Как же ты думаешь, что ты будешь жить в мире со людьми, если ты Сам не умеешь им доверять и видишь в них своих врагов? Даже не понимаю, что с тобой будет, что из тебя вырастет Нет, честно, не знаю даже Да нет, ну я ничего такого не имел в виду, ты уж прости Вот это сила духа, вот молодец, мальчик Ну а теперь давай пистолеты и вали отсюда, пока не поздно В чем дело? Ни в чем Но меня эти пистолеты слишком давно Мне не хочется расставаться с ними Билли, я долго терпел Билли, сынок Ты должен их отдать Ты должен это сделать Это твой долг перед самим собой Ты начинаешь сегодня новую жизнь А эти пистолеты твой стыд Они представляют все то, что ты должен оставить позади Понимаешь? Ты хочешь начать все сначала Руки у тебя должны быть чистыми Наверное, ты прав, Пэт Я никогда не думал об этом так Спасибо, Пэт Билли Ты даже не представляешь, что это для меня значит Этот день ты никогда не забудешь Прощай, Пэт Зачем ты так говоришь? А почему нет? Почему ты? Ни к чему это Ты никуда не едешь Что? Я сточил байки у этих пистолетов Ах ты Я буду просто счастлив, если ты сделаешь еще пару шагов А это твои собственные пистолеты? Очень похожи на то Как же ты забрал его? Ах ты, грязный негодяй Ты подменил эти пистолеты У меня на глазах Да что же это за трюки? Я не хотел, Пэт Честно, нет Наверное, я их перепутал, когда с ними игрался Спасибо Спасибо Пистолеты свои я оставил вон там Это зачем? Что за? Ты же сам говорил, что хочешь показать им всем в подтверждении Той историю, что ты меня здесь закопал? Понимаешь? Мне ведь ясно, что ты предпочтешь списать все на Дока Что он уехал? Потому что ты ведь не хочешь опозориться перед всеми Рассказывая, что так с тобой поступил малыш Билли Вообще, Пэт Ты же не собирался уехать без своих фляг? А ты их заполнила? Да А ты их заполнила? А ты их заполнил? А ты их заполнила? КОНЕЦ Здесь лежит малыш Билли, убитый поэтом Гарретом 13 июля 1881 года. КОНЕЦ Фильми снимали с Джек Бютел, Джейн Рассел, Томас Митчел и други актери. КОНЕЦ